Друзья, всех приветствую вас на своем канале Деревня в Подмосковье и меня зовут Алексей. Грядет будущий сезон, а точнее сезон этого года 2020 и, как полагается, на этот год я себе заказал семена. А какие семена, я вам сейчас покажу. В этом году я не стал сильно заморачиваться, поэтому заказал все в одном месте. Это сады России, я уже не первый год там заказываю. Мне очень нравятся эти семена. Вне зависимости от, скажем, погоды, природы, томаты вырастают очень обалденные. Что они здесь мне вложили? Они мне вложили список того, что я заказывал. Так, ну давайте, наверное, пойдем по порядку и обо всем я вам расскажу, что же я здесь назаказывал. Ну, для информации, давайте, наверное, начнем с томатов. Я заказал, у них есть замечательные три серии. Три серии это «Малиновое чудо». Помидоры, которые мне очень нравятся, мы по большей степени для себя определили, что в основном помидоры, которые мы едим, это в основном крупные томаты. То есть, закрываем мы их не так много, а те, которые закрывали, но они у нас что-то не идут. У нас по большей степени в основном идут огурцы. А именно вот в свежем виде, с куста, непосредственно в салате, прям идут на ура. И даже на улице иногда выходишь, что-то делаешь в саду, подошел, сорвал там, об себя вытер и съел. Прям очень вкусно. Давайте я вам расскажу про эти томаты, что они из себя представляют, какие они есть, в чем их замечательность, почему я уже несколько лет подряд заказываю именно их. Ну, давайте пойдем, наверное, по порядку. Первая серия у них – это вот «Малиновое чудо». Значит, что у нас получается? Для понимания, это все томаты индотерминатные. Что такое индотерминатный томат? Это томат без ограничения роста. Поэтому я их стараюсь высаживать всегда в марте. И, в принципе, по нашим подмосковным условиям, я уже, по сути, в июле, где-то, наверное, середина июля, там, конец июля, в зависимости, опять-таки, от погоды, я уже ем свои вкусные помидоры. Значит, что у нас получается? Это «Малиновая зайка» F1. Томаты все вырастают приблизительно там в районе двух метров. Они могут быть метр пятьдесят, метр семьдесят, два метра и более двух. Все зависит от тепличных условий, которые вы создадите вашим томатам. Это достаточно крупные помидоры, то есть плоды от четырехсот до шестисот грамм. То есть, понимаете, и реально они такими вырастают. То есть, я не придумываю. Еще раз повторюсь, так как я заказываю не первый год. Это «Малиновая зайка» F1. Следующий у нас идет «Малиновое сердце». Вот такой вот вкусный томатик. Весит он от двухсот до трехсот грамм. Но не буду повторяться, это все индотерминатный. То есть, вы для себя усвоите. Индотерминатный томат – это помидор без ограничения роста. Дальше у нас идет «Малиновое эскимо». Вот такой тоже замечательный томатец. Но он где-то от семидесяти до девяносто грамм. По факту, они могут вырастать значительно больше, чем написано. Ну, либо, соответственно, если условия хуже, если не ухаживаете, не подкармливаете. Естественно, они могут быть вообще, их может быть мало. Но я с этим не встречался. У меня всегда помидоров очень много именно этого сорта. Следующий сорт у нас получается «Малиновый сюрприз». Они пишут, что это все F1. Но по факту я брал с них семена и тоже выращивал. Просто в прошлом году, не знаю почему, почему-то не взял. Этот томат у нас получается от трехсот до пятисот грамм. Малиновый сюрприз. И из этой же серии у нас получается «Малиновый богатырь». Это вот такой вот вкуснейший томатик. Он от шестиста до восьмиста грамм. То есть фактически там до килограмма у вас получается один томат. Но покупая такие томаты, выращивая такие томаты, вы четко для себя должны представлять, что у вас должна быть хорошая опора. То есть либо вы вставляете какой-нибудь шест, палку, арматурину, неважно. Либо делаете хорошую натяжку. То есть это не должна быть веревка. Представьте, если у вас таких кустов сидит, ну как у меня, 10-метровая теплица. Я конкретно натягиваю трос. Идем далее. Следующая серия у нас получается... Давайте вот посмотрим на этот «Малиновый закат». Это достаточно крупные тоже томаты. От пятиста до семиста грамм. Ну, очень хороший «Малиновый закат». Следующий у нас «Малиновое вино». Данный томат у нас получается от трехсот до четырехсот грамм. Ну, по мне так очень крупные, очень хорошие. Все эти томаты вкусные, сладкие. У них хорошая кожура. То есть это не то, что там как у яблока откусишь и больше есть не хочется. Они все насыщенные. У них они по вкусу прям близки к грунтовым. Понятно, что грунтовые помидоры ничто не заменит. Но выращивая в теплице, а у нас условия в большинстве случаев, особенно последние годы в Подмосковье, достаточно холодные. Поэтому приходится выращивать именно в теплицах. И эти томаты очень близки по вкусу к грунтовым. Дальше у нас идет «Яркая малиновка». Данный томат у нас от четырехсот до семиста грамм. Ну, вот такой замечательный тоже томатик. Следующий у нас сорт – это ягода малина. Он у нас от трехсот до пятиста грамм. Тоже такие вот хорошие, красивые, вкусные. Все они абсолютно такого малинового цвета. То есть это не придумано. Это не то, что там название сказали там малиновое. По факту они желтые, там зеленые. Нет, они именно малинового цвета. То есть это специально выводили вот эти вот сорта данных томатов. И вот над ними уже работают не первый год. Получаются очень вкусные, очень хорошие. Следующий у нас – малиновый рай. Он получается от пятиста до шестиста грамм. Тоже вот такой хороший крупный томатик. Хорошая серия. Мне нравится. Если вы не заказывали, в принципе, мне хватает где-то на пару лет. Потому как, ну, все выращивать сразу все семена смысла нет. А, скажем, по одной, по две семечки из каждого сорта. А их здесь получается 15 сортов. Но это уже получается 30... Сколько там 30? Это по одной семечке, по две семечки 30. Дальше у нас идут следующая, третья серия малинового чуда. Но здесь, наверное, тоже они достаточно крупные. Хотя, ну, по массе где-то 70-100 грамм. Это малиновый желанный. Такой вот замечательный томатик. Также у них есть вот такие. В принципе, их можно даже использовать для засолки, маринования. Там либо кто любит солить. Это у нас получается малиновая радость. По массе, по массе. Но они, наверное, где-то в районе 100 грамм. Я думаю, они небольшие. К сожалению, здесь не написали. Хотя написано 200-250 грамм. Я думаю, что здесь ошибочно. Они сами по себе такие достаточно продолговатые. Скорее всего, наверное, ошиблись. Но в любом случае томаты очень вкусные. Идем дальше. Это тоже следующий у нас крупный томат. От 300 до 500 грамм. Малиновый бизон. То есть, представляете, да? Фактически одним томатом вы можете накормить. Там одним-двумя томатами накормить всю семью. Сорвали. И этих томатов всегда. То есть, если кто не видел, можете посмотреть мои ролики, где я выращиваю малиновое чудо. Если кому будет интересно, я прям найду ссылочку. Напишите в комментариях. И вставлю ее тогда, чтобы вы посмотрели, что из себя эти томаты представляют. Дальше у нас идет такой малиновый король. Данный томат у нас вырастает от 80 до 100 сантиметров. И где-то 300-400 грамм. Но по факту, я не знаю, у меня вот от 80 до 100 мало что вырастало. У меня в среднем где-то метр пятьдесят, метр семьдесят. Это минимум. Они вырастают. Но, скорее всего, исходя из того, что я их выращиваю в теплице. Поэтому они, соответственно, достаточно крупные. Если интересно, как выращивать. У меня тоже, собственно, есть на все это ролики. Я прям делал выращивание томатов от А до Я. То есть, там две части. Если кто-то первый год это делает, тоже напишите. Я вам напишу в комментариях. Поставлю туда ссылки. Посмотрите. Видео очень интересное. То есть, я достаточно много потратил времени для того, чтобы создать эти ролики. И те, кто только начинает. Ну, это прям будет буквально пособие. И последнее идет малиновое чудо. Малиновая мечта. Этот томат у нас получается где-то от пятиста до семиста грамм. Такие вот замечательные томаты. Это три серии по пять штук. Итого получается 15 сортов. И также, в дополнение ко всему, я себе заказал... У меня дочка очень любит маленькие помидорчики. Я заказал невысокие. То есть, с одного куста где-то всего там 2-3 килограмма получается. Они, ну, прям совсем небольшие. Где-то по 25 грамм. Она любит. Там и в салате можно использовать. Также заказал редис. Это алый парус. Почему именно там заказываю? Первая причина в том, что у них условия гораздо суровее, чем у нас в Подмосковье. И здесь, скажем, шанс он более большой, нежели покупать какие-то южные семена, которые, ну, сами понимаете, они не адаптированы непосредственно под наши условия. Здесь все-таки Урал или близко к Уралу. Поэтому все-таки у них, ну, погода, она значительно холоднее, чем у нас. Также заказал кинза обильная. Тоже достаточно неплохой такой сорт. Идем дальше. Что у нас? Так, это я сейчас отдельно расскажу. Заказали баклажанчиков. Взяли одну, так как мы их особо много не едим. И то количество, в принципе, где-то 7-8 кустов нам хватает за глаза. Это баклажан ультра ранний. Ну, все это, естественно, гибриды. Так, дальше я заказал укроп Малахит и укроп Спартак. Это такие все салатные укропы. То есть не на засолку, хотя, естественно, когда они перерастают, их можно на засолку. Я их даже с периодичностью сажаю, пока томаты нарастают. Сажаю их непосредственно прямо в теплицу. И достаточно рано получаем хороший урожай редиски, укропа, петрушки. Так как дождаться, пока все это вырастет на грядках, в наших условиях очень сложно. И очень многие жалуются, почему не прорастает укроп, петрушка. Ну, многие проблемы. Попробуйте в теплице по краю сажать и получите достаточно хороший урожай. И вот еще, кстати, вот третий. Это у нас получается итальянский гигант. Петрушка листовая. Тоже неплохой такой сортик. И дальше у нас идет... Я на заказу мы любим выращивать арбузы и дыни. И заказал таких вот четыре варианта. Первый вариант это у нас арбуз Огонек. Дальше у нас идет дыня и фиопка. Это все небольшие. Это, скажем, до трех килограмм. Но они по вкусу вырастают достаточно легко. С ними особых проблем нет. Это у нас получается Шуга Бэйби арбуз и дыня Дина Ф1. То есть, ну, вот такие замечательные семена, которые я себе приобрел. Если у вас остались какие-то вопросы, что-то недопоняли, задавайте, пишите их внизу в комментариях. Спасибо, что досмотрели мое видео. Подписывайтесь, делитесь с друзьями в соцсетях. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok